В период новой волны заболевания COVID-19 важно аккумулировать силы и всем вместе оказывать помощь нуждающимся. А им в условиях сложной эпидобстановки и пандемии может оказаться каждый. В такой ситуации оказалась одна из жительниц Междуреченского. На помощь ей поспешили волонтеры-медики Кандинской районной больницы. Вы оставляли заявку по телефону горячей линии, да? Вот ваши лекарства. Спасибо большое. Всего вам доброго. Вздравливайте. Принимайте. Спасибо большое. Валентина Мироновна Банникова – активный пользователь социальных сетей. И именно в интернете она узнала, что есть такой номер телефона, позвонив на который, можно попросить о помощи. Ждать помощь долго не пришлось. А так как у меня нет прививки, потому что у меня аллергия, и мне нельзя прививку ставить, я взяла и позвонила. Конечно, можно было бы и ребятам, но они тоже все болеют. Там больница лежит, нету. Так что решила позвонить. Чем Бог не шутит? Вот он и не пошутил. Пожалуйста, ко мне приехали. Наша коллега, корреспондент телекомпании «Канда» Татьяна Крисецкая в рядах добровольцев совсем недавно. Ее работа подразумевает непосредственное общение с людьми, поэтому их проблемы, заботы, печали не оставляют равнодушной Татьяну. В силу своей работы мне часто приходилось бывать на съемках именно по направлению волонтера-медики. Мы выезжали с ними, оказывали поддержку ту или иную, мы были с ними в больнице, на тех или иных акциях. И вот в определенный момент я решила, почему бы мне не стать именно волонтером-медиком и точно так же, как они, не оказывать поддержку нуждающимся людям. И сегодня я думаю, что не только я, это может сделать вообще любой гражданин. Волонтеры-медики объединились с несколькими другими добровольческими организациями в рамках проекта «Мы вместе». Работает это так. Жители Кандинского района звонят по номеру горячей линии и просят приобрести продукты или лекарства. А дальше включаются именно волонтеры. Добрый день. Горячая линия по вопросам адресного социального сопровождения. Меня зовут Марина Гелемьяновна. Чем могу вам помочь? Да, слушаю. После поступления заявки в наше отделение мы передаем в отделы молодежной политики заявку волонтерам. Как только заявка отработана, информация поступает нам. За январь на горячую линию поступило три звонка от жителей Кандинского района. Отработано семь заявок. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Вы позвонили на горячую линию Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам новой коронавирусной инфекции. Какой вопрос вас интересует? У меня высокая температура. Что мне делать? В случае ухудшения состояния, угрозы жизни и здоровья, рекомендуем вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 или 112. В каком населенном пункте находится заболевший? Очень удобная система. Не приходится долго ждать ответа. Голосового помощника Вику горячей линией 122 по коронавирусу подключили совсем недавно. В Югре она обрабатывает большую часть входящих звонков. Отдельный телефон для этой линии теперь есть и в Нижневартовской районной больнице. В дальнейшем Вику обучат совершать и более сложные операции. Такие как закрытие больничного и умение ответить на вопрос, какие нужны лекарства. 45 кабинет. Регистратура. Завтра будет с 8 до 10, с 4 до 5 по записи. В регистратуру районной больницы звонки поступают практически постоянно. А еще нужно проконсультировать тех, кто пришел в поликлинику самостоятельно. Поэтому, говорят сотрудники, новый помощник им очень пригодится. С прошлой недели есть такой специальный телефон номер 122. Это голосовой помощник Вика, робот. Этот голосовой помощник также сортирует вызова и перенаправляет уже по лечебным учреждениям. То есть вызов поступает уже от голосового этого автоинформатора Вики. И вот тогда мы уже работаем с этим вызовом уже от этого автоинформатора. За последнюю неделю количество поступающих звонков и вызовов врачей на дом увеличилось в три раза. Виной всему новый штамм коронавируса – омикрон. Хоть и заболевание проходит относительно легко, однако оно все равно ослабляет иммунитет. Врачи и специалисты настоятельно просят соблюдать все необходимые требования и меры безопасности. Ну, я бы хотела заметить, что наше население должно все-таки соблюдать санэпид-режим. Ну, нелепым выглядит человек, который приходит в магазин совершенно без маски. Когда подростки находятся на дистанте, но тем не менее стоят также возле магазина, их там 10-11 человек. Люди должны понимать, что если у вас этот диагноз выставлен, вы должны оставаться дома, быть на самоизоляции и ограничить как можно меньше контактов. Особое внимание мне бы хотелось обратить лицам старше 60+. Обязательно должны пройти ревакцинацию. Можно пригласить на дом бригаду, не ходить в поликлинику сейчас в этот сложный период. И также, если необходимо лекарство, то вызвать лучше врача надо, либо попросить волонтера, какая служба есть в поселке, чтобы ему лекарство привезли домой. Обратиться за помощью при симптомах коронавируса можно как по номеру 122, следуя указаниям голосового помощника Вики, так и по номерам взрослой регистратуры 28-12-60, 28-77-95 и детской 28-73-95. Вызов скорой медицинской помощи возможен круглосуточно. Телефон 103 и 112. Константин Щуров, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Специально для Югра-24. Дистанционным обучением уже никого не удивишь. К такой мере вынуждены прибегать школы с 2020 года. До недавнего времени в городе удавалось избегать глобального карантина в школах. Классы в образовательных учреждениях уходили на самоизоляцию только при выявлении заболевших и продолжали обучение в онлайн-формате. В школе номер 6 к образовательному процессу на удаленке уже давно привыкли. Педагоги учреждения всеми силами стараются сделать уроки интересными и доступными. Мы уже работаем по системе дистанционного образования третий год. На уроках я использую различные формы работы. Это презентации, заочные путешествия. Также создаем для ребят тесты, используя интернет-ресурсы, гугл-формы. Презентации ребята делают, видео-уроки. Ребята предоставляют, ну уже повторюсь, говорила, ребята делают фотоотчеты, видеоотчеты. Вот таким образом мы проверяем у них дистанционное обучение. Ученики старших классов тоже усердно работают на удаленке. Чтобы сохранить хорошие показатели успеваемости, учитель математики и физики Оксана Сырица решила усовершенствовать процесс, применив на онлайн-уроках современные технологии. Ребят, какие-то вопросы... Сама идея проведения онлайн-уроков в подобной форме пришла ко мне еще с начала первой волны пандемии. Для этого мне достаточно было использовать простой школьный графический планшет и программу для интерактивной доски. Не всегда дети при проведении онлайн-уроков запоминают то, что слышат и видят. Поэтому возникла такая задача передо мной, чтобы дети не только слышали и видели, но и работали синхронно со мной, записывая все то, что проецируется на рабочем столе компьютера. На уроках физики и математики главное это научить детей решать задачи. Обучение по методике Оксаны Сырица взяли на вооружение многие учителя шестой школы, что позволило им даже на удаленке готовить учеников выпускных классов к сдаче экзаменов. Нина Журавлева, Вадим Гордеев. Новое время радужное. Семья Черемных живет на Авалоне. Осенью этого года маленькую Варю планируют отдать в детский сад. В октябре 2022 ей исполнится два года. Она как раз попадает в младшую группу. Пока девочка вместе с мамой находится дома и будет готовиться к первой встрече с воспитателями и другими ребятами. Пойти Варвара планирует в Светлячок. Новое здание учреждения находится на улице Уральской, но его месторасположение Наталья считает удобным. Он для нас ближе по месту жительства. В дальнейшем мы планируем сменить место жительства и он нам будет ближе, чем вот Гусельки. Я считаю, что чем раньше отдать, пораньше, не в три года, но как-то быстрее адаптация у них проходит, социализация, они там больше учатся. Навыки новые получают, знания веселее, чем дома одной с мамой. Молодая мама отмечает, что никаких проблем с зачислением в детский сад у нее не возникло. С 1 февраля специалисты как раз начали актуализацию сведений в заявлениях, которые ранее заполняли родители и приступили к комплектованию групп. В марте и апреле будет проходить предварительное и окончательное распределение детей. Направление в дошкольную образовательную организацию будет выдаваться с 16 апреля по 31 мая текущего календарного года специалистами управления образованием при личном обращении родителей законных представителей в управление образованием с предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя и свидетельства о рождении ребенка. Данное направление необходимо будет предъявить в дошкольную организацию в течение 30 дней. Напомню, что список в реестре очередности формируется исходя из даты и времени подачи заявлений родителями. А выбрать при этом можно не более трех дошкольных организаций с учетом их приоритета. На сегодняшний день количество нуждающихся в получении места в детском саду в Югорске составляет 336 детей. Больше всего желающих попасть в сад, это 227 ребят, приходится на 2020 год рождения. Дети 2019 года рождения будут докомплектованы в те группы, которые уже функционируют в дошкольных образовательных организациях. Для детей 2020 года рождения будет открыто 12 групп на базе всех образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Для детей 2021 года рождения планируется открытие групп, но здесь мы будем исходить из актуального спроса по предоставлению места в дошкольной организации. Возможно, будут открыты группы на базе дошкольных групп СОЖ-2 и СОЖ-6. С 1 июня по 31 августа в садах будет проходить доукомплектование. Также для детей раннего возраста откроют группы кратковременного пребывания на базе дошкольных групп лицея. По словам специалистов, все маленькие югорчане, которые попали в списки на получение мест в детских садах в этом году, будут ими обеспечены. По всем вопросам родители могут обратиться в управление образования по телефону 72766. Татьяна Шакирова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ. Виталий Кудревич к созданию хендмейт-вещиц приобщился впервые и понял, что это то, чего ему так не хватало. Раньше в круг интересов ходили спорт и кино, теперь он всерьез заинтересовался мыловарением. А вот Екатерина Москалёва уже давно попробовала себя в большинстве представленных на площадке ремесел. Работа с деревом, кожей, эпоксидной смолой, гипсом, чеканки монет и лоза плетений. Ей осталось всего несколько шагов до того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем. Кому-нибудь может изделие на подарки. Мыло также на подарки хотела, давно мечтала научиться делать мыло. И я и так и не понимала, как его делать. Сейчас чуть-чуть поняла. На Новый год ёлки делала, кофе, чай на продажу. На Новый год. И также на всякие праздники всё я делаю на продаже. Новый проект позволяет не только найти дело по душе, но и обеспечивает яркий, разнообразный, созидательный досуг в компании единомышленников. Проект открыт для всех желающих, как для участников обучения, так и для НКО, готовых оказать содействие. Если этим заняться серьёзно, и прям заболеть, как я в своё время заболела маловарением, и сейчас это приносит мне доход. И очень хочется поделиться и с другими людьми своим знанием, опытом, чтобы это доступно было любому человеку. Схема взаимодействия организаторов акции проста. Душевные люди следят за тем, чтобы ни один подопеченный не остался безучастным. Лавка ремесленников обучает создавать уникальные вещи своими руками, а фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» готов помогать начинающим предпринимателям. Вообще, началось всё с проблемы, как это бывает в социальной сфере, к сожалению. Да, мы столкнулись с такой проблемой, как трудоустройство инвалидов. На самом деле это проблема, потому что не все работодатели, далеко не все, принимают к себе на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья. И мы подумали, почему бы не посмотреть и не направить такую категорию в творчество. Посмотреть, понаблюдать. Может быть, получится отработать какие-то навыки для того, чтобы они в дальнейшем могли сами себе этим зарабатывать на жизнь. Уникальность данной площадки заключается в объединении структур, способных при взаимодействии создавать самую настоящую добрую среду для продвижения социальных направлений, а также креативных индустрий в городском бизнес-сообществе. Что будет демонтироваться помимо этого старого? Ещё демонтаж вот той строения. Водоочистная станция крайне необходима для нефтьюганской объект. Многие годы в городе проблема с водопроводной водой, которая не отвечает ряду санитарных требований. С появлением новой фильтровальной станции её можно будет пить прямо из-под крана. Эта станция будет строиться совсем по другой технологии. Отличная от той, которая была. И, наверное, опыт других субъектов показал, что на самом деле чистая вода будет в городе. И надеюсь, что у нас всё пройдёт без проволочек. Проект строительства водоочистных модулей разработан специалистами компании «Ковитон». Они более 16 лет работают в этом регионе и достаточно хорошо изучили особенности воды в Югре. Вода фактически получается по железу 0,1 мг на литр, что соответствует многим параметрам патулированной воды. Поэтому наши ожидания самые позитивные от этого проекта. Я думаю, после того, как будет построено здание, мы начнём поставку и монтаж оборудования. Новое оборудование будет фильтровать 20 тысяч кубометров в сутки. При этом очистка воды будет проходить в три этапа. Удаление агрессивных газов и насыщение кислородом, снижение цветности и удаление железоорганических соединений. Затем вода проходит дехлорирующую фильтрацию. Моделировали различные способы, различные режимы. И как только добились стабильных результатов, масштабировали до требуемой мощности. Что вошло в проект, получили положительное заключение государственной экспертизы. Я абсолютно уверен, будет реализовано. И город Нефтьюганск наконец-то получит чистую воду. Новая станция будет построена на базе уже действующей станции обезжелезивания. Сейчас подрядчик готовит территорию, производит демонтаж старых конструкций и выравнивает грунт. Позже будут установлены водоочистные модули и ёмкости. Фильтровальная станция будет располагаться в этой части строительной площадки. Занимать основную площадь на месте существующих старых резервуаров, которые будут демонтированы. Наружные инженерные сети будут прокладываться подземно по всей территории существующей станции очистки воды. Участники выездного совещания обсудили виды и этапы строительных работ, бюджет, а также сроки сдачи объекта. 2023 год. В прошлом году предприняты были все меры, чтобы мы закрыли тему по проектированию. Первый мы получили государственную экспертизу, третью поставили объект под контракты. Теперь всё зависит от подрядчика, от нас, от администрации муниципального образования, для того, чтобы мы сопроводили и максимально в короткие сроки могли получить тот результат, который называется чисто питьевая вода. 128 тысяч населения должно быть обеспечено это. Накануне Эльвира Бугая посетила Лентор, где уже год работает точная копия будущей станции в Нефтьюганске. Система водоочистки в этом городе работает без перебоев и выдаёт воду с хорошими показателями по необходимым требованиям Санпина. Инна Новикова, Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». У меня есть пару градусников, которые не работают, они не разбились, но перестали выполнять свою функцию. Я хотела их выкинуть, но знаю, что выбрасывать просто в мусорку их нельзя. Дома держать тоже я боюсь градусники, потому что у меня есть ребёнок слишком активный, который может залезть в любой уголок и просто разбить его. Поблагодарив Валерию за ответственное отношение к окружающей среде и забрав с собой потенциально опасные предметы, мы вернулись в редакцию и первым делом обратились за консультацией к специалистам отдела ГОИЧС администрации Советского района. Судо содержащие предметы у нас до сих пор находятся в обиходе. Это у вас градусники, люсцветные лампы и так далее. Конечно же ртуть у нас относится к опасным химическим веществам, а именно опасно не сам металл, а её испарение. Испаряться ртуть у нас уже начинает при комнатной температуре. Поэтому обращаться с бытовыми предметами, содержащими ртуть, нужно крайне осторожно. Но уж если вы умудрились разбить градусник, то ликвидировать последствия тоже необходимо грамотно. Ни в коем случае нельзя разбитый градусник собирать пылесосом, потому что вся эта ртуть при использовании пылесоса начинается у нас превращаться в мелкую дисперсию. И у нас полностью она разносится по всему жилому помещению. Для сбора ртути надо использовать лучше всего медицинскую грушу, листок бумаги, либо скотч. Тем самым вот этими предметами шарики ртути собирать. Потом это всё дело надо обязательно положить в банку, которую можно будет плотно закрыть. От нашего собеседника мы узнали ответ и на наш главный вопрос. Оказалось, что принимают такие ртуть, содержащие предметы от жителей, специалисты городской администрации. Куда мы и направились со своим опасным грузом. Роман Талибович, вот если у жителя возникли проблемы, он не знает, куда девать ненужные такие ртутные градусники, как ему поступить правильно? У нас на следующий день заключается муниципальный контракт с нашим предприятием. Юграэкология, по-моему, называется. У нас все опасные отходы принимают. Мы это оплачиваем. У них специализированная техника, лицензия на это и специализированные контейнера. Пожалуйста, приносите. Всё примем. Если вам неудобно к нам в администрацию, можете прямо сразу на Гагарина. У них офис находится, напротив весны магазина. Ясно. Ну тогда мы передаем вам вот эти наши сломанные градусники. И надеемся, что они будут правильно утилизированы. Добавим, что помимо ртутных градусников и иллюминисцентных ламп, в администрации Советского у вас примут и отработавшие свой срок батарейки, и другие потенциально опасные отходы. Максим Красный, Александр Охромович, телеканал Первый Советский. В Югре с этого года многодетные, а также семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, освобождены от уплаты транспортного налога. Льготой может воспользоваться один из родителей за один зарегистрированный автомобиль. С мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. 20-процентную скидку на транспортный налог получили также владельцы всех автомобилей на газовом топливе и электромобилей. Чтобы воспользоваться льготой, нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Если физическое лицо определило для себя налоговую льготу, ему необходимо предоставить в налоговый орган обращение. Обращение у нас предоставляется разным способом. Можно через сайт личный кабинет налогоплательщика физических лиц, там есть такая возможность. Можно через МФЦ, а также можно лично прийти в налоговый орган, в любой налоговый орган. Кроме того, с этого года семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми освобождены от выплаты НДФЛ с продажи жилья. Такое нововведение поможет многодетным семьям улучшить свои жилищные условия без потерь. Семьи, у которых два и более детей, то здесь можно улучшить жилищные условия, не заплатив налоги. То есть здесь такая сделана оговорка, что при продаже имущества, недвижимости, то есть не нужно платить налог, независимо от того, сколько владели данной собственностью. Но при этом есть ряд условий, пять условий, которые попадают под эту программу. Однако семья обязана купить новое жильё в тот же календарный год, когда и прежние, или не позднее 30 апреля следующего года. Площадь приобретаемой недвижимости, как её стоимость, должна быть выше, чем у прежней, но не дороже 50 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у семьи не должно быть другого жилья, площадь которого наполовину больше, чем у приобретаемой квартиры. Елена Воротникова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала Югра. А подскажите, заявление на потребительский кредит 15 минут назад вы также не подавали? Нет, не подавала. В таком случае фиксирую данные действия как незаконные, то есть мошенничество по отношению к вам. В таком случае сейчас я открепляю сторонний номер телефона с вашего счёта. О том, что подкрепила ваш номер телефона обратно к вашей системе, система вам направила смс-подтверждение с линии 900. Далее мне на телефон действительно приходит смс номера 900, правда о подкреплении моего номера в нём ни слова. Напротив, система предупреждает, что мошенники, используя мой телефон, пытаются войти в Сбербанк Онлайн через гостевую зону, то есть со стороннего компьютера или смартфона. Также в смс был указан пятизначный код, который и является для них заветным ключиком ко всем моим счетам. Но его они не спрашивали, у них был более хитрый план. Перед тем, как я переведу вас на линию старшего специалиста для отмены кредитования, банк должен убедиться о том, что вы являетесь владельцем данного счёта, а не третьим лицом, который завладел данной информацией. Для подтверждения вашей личности я попрошу вас пройти процедуру идентификации. Как клиент нашего банка, согласно вашему договору, пункт 7, часть 2. Я вас проинформировала, процедура идентификации – это стандартная процедура всех банковских систем. То есть это подтверждение вашей личности, как карта держателя. Данная процедура абсолютно безопасная, проходит по двум безопасным вариантам. Один из вариантов был продиктовать ей номер банковской карты. И тут же меня заверили, что ни в коем случае не требуют цифр с обратной стороны. Но даже этих данных им было бы достаточно, чтобы получить доступ и возможность распоряжаться моими финансами. Современные технологии всё больше развязывают руки мошенникам, поэтому полицейские регулярно напоминают гражданам – сообщать данные своих карт и счетов никому нельзя. Напоминаю, ни сотрудники полиции, ни представители банковской системы никогда у вас не потребуют данной информации. Разумеется, никакой информации от меня лжесотрудница банка не получила. Стоит отметить, что на протяжении шести минут дама разговаривала довольно мило. Но как только узнала, что её план провалился, собеседницу как будто подменили. Вот ты, конечно, вызубрила. Ну, чего не сделаешь ради лёгких денег, да? А что я так задела? По-честному зарабатывать не умеешь, да? А ты умеешь? Я вижу, ты только х**ть умеешь. А тебе вообще не стыдно людей обманывать и так зарабатывать? Нет, не стыдно. Ты к нам не хочешь? Вот так из заботливой лжесотрудницы банка, которая уверяет, что защитит ваши деньги, собеседница превращается в грубую и циничную охотницу за чужими сбережениями. И чтобы избежать обмана, лучше напрямую обращаться в отделение банка и не вести диалог с сомнительными абонентами. Анна Корязина, «Наши города». Анна Корректор А.Кулакова